привет народ вот такая рыбешечка меня king salmon большой шикарный сейчас его разделаю не часть буду солить часть буду потом коптить вот такой здоровенный прямо прямо очень здоровенный еще вот это срезать ледрышки пошли вот такая одна половиночка я его буду солить и потом подкоптить и таких вот две огромных филе шишки одна и вторая сейчас их до конца доделаю разделаю все ненужное обрежу и засолю такие плавнички что хорошего ушица получится позвоночник пополам сильно большой окей животик животик это тоже ценная часть рыбы который можно отдельно готовить либо солить либо коптить это уже по желанию и на выбор то есть основные моменты срезаем животик ребрышки срезаем просто поддеваем их ножом и по ним так вот по ним немножко прижимая вверх и обрезаем видно как нож идет срезая ребрышки подрезает и вот там видно идет в пятырочку вот такая филеечка у нас в остатке на шкуре получается вот этот хребет получился таких три миски большие миски взял плоскогубцы попробую вытягивать косточки плоскогубцами вот такие косточки пожалуйста желательно их вытягивать рот косточки что повыдергивалось повыдергивал вот такая красота одна и вот такая вторая ну просто красотища на коже кожу не снимаю оставляю ее на коже чтобы она лучше держалась потому что мясо нежное на коже держится лучше вот такие примерно порционные кусочки сложим их вот этот кусочек оставлю вот так целиком вот что у нас получилось так народ взвешиваем рыбу чтобы рассчитать сколько нам соли надо так здесь вес миски с рыбой 2 килограмма 737 грамм окей и здесь у нас килограмм 390 40 грамм на килограмм рыбы так для засолочного состава берем миску да и нам нужна хорошая соль у меня смотрите какая соль очень хорошая для засолки одна из самых лучших у меня был такой вот такой вот такой вот коричневый сахар такой конкретно и нужен этот тростниковый сахар вот тростничок нарисован тут все написано он идет органик все как положено очень простая засолка для красной рыбы и рыба получается обалденная очень вкусная много раз делал мне очень нравится ну и всем кто пробует естественно также нравится значит еще один момент который надо учесть рыбка постояла и тут немного собралась влаги вот эту влагу все надо слить сливаю максимально что смогу ну и буду солить так разложил все мне нравится рукой солить вот так я посыпаю хорошенечко сверху вниз и на бока стороны само все попадет главное хорошенечко сверху засыпаем я думаю через два с половиной дня примерно чтобы была такая подсоленная рыбка теперь накрываем пленкой и в холодильник так вот эти животики и хребет я засолил точно по такому же рецепту поэтому опять же накрываю пленкой и в холодильник и буду их параллельно потом сушить на засолочку так народ прошло два дня вот столько воды вышло из рыбки сейчас сливаю воду вот рыбка у меня есть вот такие крючки сейчас эти крючки я ее повешаю сушить ну чтобы повешать надо сделать дырочки в коже чтобы одеть крючки кожа у салмана всегда толстенькая поэтому нужен острый нож острой частью от себя делаем дырку в коже первое готово одеваем на крючок сторону парая готова одеваем крючок в сторону и поехали дальше ну и так с каждым следующим кусочком система просушки у меня элементарно простая в гараже ящик картонный вот так я на него вешаю под низ постелил тряпку попала на тряпку вывешиваю теперь включаю вентилятор и рыбка сушится вот такой вентилятор использую для просушки через часов 8-10 можно и через сутки рыба подсохнет ставить на копчение вот так выглядит ребрышки животики и хребет после копчения просто шикарный вид хочется попробовать вот такой вид имеет ребёшка после того как она попала сутки на вентиляторе подсушилась подвялилась теперь ставлю ее в коптилку вот такая у меня коптилочка небольшая вот развесил рыбку сейчас буду поджигать свой дымогенератор дымогенератор такой тюб сюда насыпаю паллет фруктовых деревьев и засовываю вот эту трубу которую сам сделал потому что эта коптилка она и горячее копчение можно делать и холодное копчение я делаю насыплю сюда опилочек и поехали вот такие опилки и паллеты использую у меня есть три вида для рыбы использую вот эти беру тюб вот так они выглядят насыпаю их сюда полный тюб это 4 часа дыма пол тюба это 2 часа дыма на эту рыбу нам 3 часа хватит с головой поэтому 70 процентов засыпаю вот такой вот результат после копчения последний дым выходит все снимаю и на просушку такие кусочки просто красота вот вывешу просушу прогнала дымок лишний канцероген вышел и готова к употреблению вот рыба готова всего-то недельку работы остальную запаковал в вакуум и в морозилку готова всегда когда нужно это сейчас продегустируем берем ее и нарезаем попробую вдоль такими тоненькими слайсиками такими оно будет симпатично оно будет симпатично вот такие слайсики получаются вот такая рыбешечка вот так выглядит нарезка копченого кинг семмона ну и конечно же я его уже попробовал просто очень вкусный очень вкусный жаль нельзя вам передать вкус но хотя бы вид приятного аппетита то что то 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 Субтитры создавал DimaTorzok